Дорогие соотечественники! Дорогие друзья, на дворе весна, на дворе 8 марта. Поздравляю вас от всей души с этим светлым женским праздником. Праздником мам, матерей, подруг, жен, дочек и внучек. 8 марта пытались политизировать. Сейчас феминистские движения тоже против этого праздника, какое-то неравенство. А мы, мужики, ребята темные. Мы знаем, что вы самые красивые, самые прелестные создания на земле. И поэтому мы считаем, что вы, как всякая богиня и всякие богини, достойны своего праздника. Сейчас в студии у нас находится Роберт Западинский, человек, умудренный жизненным опытом, представитель библейского народа со специфической мудростью и взглядом, многотысячелетним взглядом на вещи. Рады видеть тебя в этой студии. Я тоже рад вас видеть. Возникает вот такой вопрос. На дворе весна, значит, женщины-богини, и не только 8 марта. Богини бывают разными. Но вот есть богиня мудрости. Вот эта богиня мудрости, да никогда не покинет нашу грешную землю. Ты представитель, как я вот, то ли пошутил, сиронизировал, а на самом деле сказал глубокую правду. Ты представитель библейского народа. То есть народа, который написал Библию. Кстати, и не только Ветский, но и Новый Завет. Вот в Китае, где я служил дипломатом, там евреев так и называют народ книги. Вот скажи, пожалуйста, вот эти многие века страданий, жизни в диаспоре, в распылении, чему научили еврейский народ, что полезного вынес он из своего жестокого и очень трудного опыта из вот этих всех перепетий. И почему вот его книга, фактически Библия – это книга истории, истории самого библейского народа, и не только его, почему она чтится, как это ни странно, мусульманами, они же признают практически всех пророков, в том числе и Иису, она чтится христианами всех вероисповедований, будь католики, будь протестанты, будь православные, да будь любая версия христианства, ответвления христианства. Что такого магического в этой книжке? Скажи-ка мне о мудрейшей. Начнем мы, наверное, с того, начнем, наверное, со совета на ваш вопрос, который вы только что мне задали. Какую самую главную заповедь за все эти годы движений, страданий вынес еврейский народ? Когда человек приезжает первый раз в Израиль и начинает учить еврит, ему говорят, что самое главное слово – это «савланут». С «еврит» это означает «терпение». Так вот, мне кажется, что именно терпение является тем спасательным кругом не только для евреев, но и для многих людей, мудрых, которые понимают, что сразу ничего не строится и сразу ничего не получается. Что нужно пройти через какой-то опыт, отсечь то, что было лишним, наносным, и оставить самое главное – смысл жизни. Смысл жизни заключается, наверное, в том, что любая настоящая нация в первую очередь ценит свою семью. Потому что в семье человек рождается, в семье воспитываются дети, и мы передаем по наследству свои навыки, свои знания, и поэтому семья превыше всего. Ну а мама, анекдоты про еврейских мам, наверное, все эти знают. Да уж. Но тем не менее, должен сказать, что мама – это все-таки святое слово не только для евреев, но и для многих людей в мире. И поэтому я считаю, что все мы, мне бы не хотелось как-то отдельно выделять еврейский народ, чтобы меня просто правильно поняли. Я считаю, что все люди, живущие рядом с друг с другом, если они нормальные люди, они, конечно, чему-то учатся, что-то друг у друга приобретают, в том смысле опыта, знаний и всего прочего. В этом плане, чтобы мы плавно перешли к главной теме нашей беседы, я бы хотел сказать, что самым большим достоянием нашей страны является, что в нем живут представители очень многих национальностей, живут уже много веков рядом, сотрудничают, строят, пытаются выстроить новые отношения между собой, между страной и миром, и так далее. Поэтому, если мы не будем ценить тот межнациональный мир, который сегодня существует на Молдавской земле, если мы сделаем так, что какие-то этносы по каким-то причинам искусственно созданной в стране уйдут из этой страны, то страна многое потеряет. Если вернуться к нашей теме еврейства, то могу вам сказать, что будучи в Испании, мне как-то сказали, что как только Испания, как говорится, выдавила из своей страны евреев... Это во времена, так сказать, когда Колумб открывал Америку. Да, вот как только они выдавили евреев из страны... То есть открыли двери в новый мир и захлопнули двери перед очень важной частью своих прошлых. И вот эти евреи Сефарды, насколько я знаю, они в большинстве своем переместились в Турцию. И благодаря им, потом Сулейман великолепный, вот этот знаменитый рассвет Турецкой империи, во многом был благодаря тем финансистам, даже мы знаем, среди визирей были люди, книги. И я уже не говорю о драгомане, я не говорю уже о торговцах, я не говорю о промышленниках, что то, что Испания потеряла, приобрела тогда Атаманская империя. И в этом и заключался закат Испании. Ведь золото, серебро-то приходило, а на что оно шло? Оно не шло на развитие испанской державы. Вот поэтому, видимо, Испания и проиграла. Вообще, у нас, вот, в неевреях, скажем так, говорят, да вот мой мудрый отец царства ему небесного, здесь мы диунди пляк и евреи, а колой здесь и дизмец. Откуда уходят евреи, там знак беды. И это часто подтверждается. Испанцы говорят, как мы шли евреи, и на Испанию опустилась ночь на 500 лет. С инквизицией. Да. Так вот, здесь очень интересная такая вещь, вы затронули тему. Все-таки история в какой-то степени где-то всегда имеет свое повторение. Вы понимаете, когда началась перестройка, и появилась масса всяких свобод, А давай вспомним, перед Великой Октябрьской революцией, когда массово евреи покидали Россию и переселялись в Европу, а очень многие в Нью-Йорк, в такие города, масса других городов, именно там было замечено вот это резкое ускорение развития. Во всех сферах, не только финансовой. А у меня есть еще один очень интересный пример, раз мы заговорили об этом периоде. Но я хочу закончить. Да, да, да. Я просто чуть-чуть ушел. Вы меня направили, как говорится, в нужное вам русло. Значит, когда у нас началась перестройка, и появились так называемые политические свободы и свобода выбора, первыми, конечно, устремились на историческую родину, в другие страны, евреи, а также немцы, проживающие на территории Республики Молдова. И тогда, можно было услышать много всяких, и хороших вещей, и глупостей. Говорили, пускай уезжают, они нам не нужны, и так далее, и тому подобное. И незаметно, как месяц за ними начали уезжать и все другие. Сегодня уже из Молдовы уезжают почти что все. Статистика очень грустная и очень печальная, потому что мы теряем тот, будем говорить, потенциал, в котором всегда гордилась республика. Кстати, помнишь, чемодан-вокзал Россия? Да. Ну и чем кончилось? Кто взялся за чемоданы, в конце концов? Наши граждане, которые являются носителями титульной нации. Вот в чем беда. Сегодня, когда мы наблюдаем этот процесс, эти опустевшие села, эти постаревшие населения, которые, в принципе, живут на пенсию, которым государство не имеет где найти деньги, заплатить, чтобы выплатить им пенсию, чтобы они вели нормальный образ жизни. И самое главное, уходят производительные силы. Сегодня очень трудно найти хорошего мастера, того же, скажем, столера или того же каменщика, потому что человек, научившись хорошо что-то делать, он уезжает из страны, потому что не находит в себе никакого применения. Именно поэтому, я думаю, что и должны наши политики, конечно, выстроить совершенно новую экономическую политику. И национальную политику. Да. Если она не появится, то в конечном итоге мы действительно можем превратиться в спальный район Европы. Это в хорошем смысле, куда люди будут просто приезжать, спать, отдыхать, отмечать свои национальные праздники. А судя по тому, что вон ходят слухи, что Грузия уже планирует для беженцев некую стоянку или отстойник, не поймешь Европу, что они там задумали, то такое вполне может и грозить нам самим. Да нам уже грозит. Вы посмотрите. Потому что, как говорят те, кто не смог нас завоевать мечом, так сказать, копьем, вполне могут завоевать. Совершенно по-другому. Это не проблема. Я вам скажу, посмотрите, сколько у нас построено новых живых домов. Живе, в принципе, не продается. Стоят полупустые дома. Вот рядом с моим домом построили семиэтажный дом. Он уже год стоит, и там никто не живет. Хотя висят большие плакаты, что здесь продаются квартиры и так далее. И я не увидел ажиотажа. То есть, если первые годы, когда только зародилась ипотека, люди стремились обзавестись собственным жильем, то сегодня к нашей беде добавилось то, что люди пытаются найти жилье, только не в Молдове. Вот самая большая беда. И если мы заговорили о богатстве, то тут возникает тоже другой вопрос рационального использования тех огромных ресурсов финансовых, которые нам дают наши внешние партнеры. Да еще пока кое-каких людских. Да, не имея людских и имея вороватую в какой-то степени коррупционную власть, даже то, что нам дают, это не идет на пользу нам. Мы ездим по разбитым дорогам, ходим по грязным улицам наших городов. Ездим в шикарных мерседесах по разбитым дорогам. Вот такие дела. Вот возникает тут еще один такой вопрос, вот если мы об этой теме заговорили, о теме мудрости, о теме правильного понимания национального вопроса. Вопрос о благодарности. Я не знаю, где-то я читал, что неблагодарность, это может быть в моральном смысле, в этическом смысле, да и в общечеловеческом, это одна из самых страшных характеристик общества и человека. И вот в этом плане я хотел бы поднять вот такой вопрос. Вот когда смотришь архивные материалы, смотришь прессу, смотришь различные исторические эссе о предшествующих веках и о предшествующих вот непосредственно временах, значит, находишь, что люди Библии сделали, ну не знаю, колоссальный вклад в образование, в медицину, причем не только в советское время, во времена, так сказать, между двумя мировыми войнами и до этого. И когда вот иногда проходишь, вот я проезжал как-то давно через одно село Бричево, и вот там огромное-огромное еврейское кладбище. Я поинтересовался у людей, что тут было. А когда и полистал литературу, оказалось, что там был, была одна из самых гигантских ярмарок в Молдове, где шла торговля с котом, например, очень другими товарами и услугами. И это было огромное цветущее село. И вот как-то одночасье его эти люди покинули. И вот огромное еврейское кладбище напоминает, к сожалению, каменоломню, где вот эта масса могил, причем очень красивых, в той местности в Бричево камне нет, он весь привозной. И вот превратили в каменоломню, где там куски, так сказать, используют для каких-то хозяйственных нужд, для построек. И вот меня удивляет и отношение людей, и отношение властей, и отношение наших молдавских интеллектуалов. Какое-то вот такое безразличное к памяти этих людей, которые очень много сделали для своего региона. Я потом узнал, из этого, оказывается, села из Бричево. Масса выходцев, которые украшали, так сказать, собою различные отрасли нашей, причем советской, молдавской, действительности. Да и не хотелось бы никого обижать, да и отношение самих евреев как-то вот к этой теме, какое-то немножко отстраненное и странное. Ведь многие из тех, чьи предки жили в Бричево, где-то в богатых странах, состоятельные люди, тоже как-то странно. Неужели вот нет этой благодарности потом, как ни со стороны других жителей, интеллектуалов, особенно властей и так далее. Ну и со стороны... Мы сейчас перейдем к этой теме. Что это такое? Я хотел начать с того, с чего начали вы. Значит, когда мы объявили о своей независимости, мы, конечно, хотели, чтобы Молдова стала домом для всех народностей, которые проживали на этой земле все эти годы и века. И мне очень по жизни повезло, и я об этом всегда говорю, что была создана комиссия по созданию закона о языке, который возглавлял ваш отец. И в этой комиссии я где-то полгода работал, когда мы думали, как нам построить будущее государство, чтобы всем было хорошо и комфортно, народностям жить на этой земле. И закон этот, который был принят, о котором так много говорили, в конечном итоге, он остался очень жалко на бумаге, потому что ваш отец, и он говорил очень, Баршевич, прекрасно видел, что нужно сделать для того, чтобы на нашей земле воцарился мир. Вот 2 марта мы отмечали трагическую дату Приднестровского конфликта. И многие в СМИ писали, что одним из таких катализаторов этого противостояния братских народов, живущих на территории Молдова, был тот самый язык, о котором мы с вами говорили. Я считаю, что нам не удалось эту проблему решить. Не знаю, от ленности или нежелания вчитываться в те документы, которые нам оставила наша комиссия, которую возглавлял ваш покойный отец. Причем все национальности, представители всех национальностей, я помню, отец гордился, он говорит, сынок, ты знаешь, что нигде ни в валеной Прибалтике, нигде не было такого, что наряду с Идишем был признан еврит. Да. Я эту главу писал вместе с Академиком Удлером, ему очень благодарен, потому что, в принципе, вот эта вот идея, она была заложена первая на всем постсоветском пространстве, где официально было признано два еврейских языка, Идиш и Иврит. Но я хотел сказать о другом. Я хотел сказать о том, что в связи с тем, что многие выходцы из других народов не знали языка мононации, и в конечном итоге закон предусматривал создание тех самых центров, где в конечном итоге язык молдавского народа получили бы все представители других народов. Мы так и не создали эту систему изучения так называемого государственного языка. Я когда-то слышу, что государственный язык мне как-то корежит. А ведь было одно время, как-то взялись за это. Я вам скажу, что в свое время, даже у нас... И у русскоязычных, я помню, тогда был большой интерес к изучению именно вот, как ты говоришь, государственного языка. Вы знаете, я тогда работал в Молдавском информационном агентстве, это был филиал ТАСС. У нас там именно на этих курсах преподавали такие классики молдавского языка, как господин Мандекану, господин Абады. Вы знаете, сколько приходилось со всех редакций Дома Печати на эти занятия? И, кстати, эти люди, я и Мандекану помню хорошо, это же люди, как бы, горели этим, вот, распространению родного языка. Вы не представляете, какие у них были интересные занятия, сколько новых пословиц, поговорок, интересных сюжетов из румынской литературы и так далее для себя открыли русскоязычные граждане Молдовы. Но я хотел бы закончить на другой вещи, которая меня сегодня тоже, как его, не создав систему межнационального общения, русский язык был тогда записан как язык межнационального общения, сегодня потихонечку отказались и от этого определения русского языка. И что же тогда нам остается? Мы не изучаем государственный язык, но мы же не изучаем и русский язык. Что же, нас пытаются сделать не мы, мы не общались друг с другом, а ведь из общения строится все. Вот такая меня мысль больше всего волнует. Волнует меня вообще, как складываются у нас взаимоотношения между титульной нацией и национальными меньшинствами. Нам повезло, мы не живем на Кавказе, где в любую минуту берутся за кинжал или за оружие. Слава Богу, что есть такая, она мне не очень нравится, что мамалыга не взрывается, такая пословица. Но в конечном итоге терпимость, о которой я говорил раньше, терпимость, которая живет на этой земле, у этих людей, все-таки воспитание, традиция. Спасает нас от того, чтобы мы перешли за ту грань, о которой надо. Но наши руководители должны, руководители страны должны думать и создать такую систему, чтобы каждый человек, который живет в Молдове, знал так называемый государственный язык. Я в таких случаях вспоминаю опыт Израиля. Ведь многие люди приезжают в Израиль, не зная еврита. Еврит – государственный язык государства Израиля. Язык очень сложный для восприятия европейца, потому что там всего 22 буквы, очень много оголосовок, там совершенно другая письменность, артикуляция и так далее. Но, тем не менее, там так поставлено изучение еврита, что через полгода человек, который вчера еще не знал еврит, спокойно идет и работает на государственной службе. И он уже себя считает полноценным гражданином Израиля. Мы же за 25 лет, к сожалению, не создали даже такой системы изучения государственного языка. Не знают у нас люди. И именно поэтому мы до сих пор живем каждый в своей национальной квартире. Слава Богу, что мы терпимо относимся друг к другу и входим в положение, и помогаем друг другу во время тех встреч, когда нам нужно объясниться. Причем смотри, поразительно, вот как это не покажется странным, молдаване в большинстве своем, несмотря на то, что вывели обязательное изучение русского языка и школ, то есть французский можно, английский можно, один из, а русского даже в статусе иностранного нету. Несмотря на все, я вот смотрю, молодое поколение, вот особенно в городах, молдаване, причем коренные молдаване, как правило, все прекрасно владеют русским языком, а вот русскоязычные ребята в этом плане как-то сильно отстают, и вот у этих получается преимущество, знание, вот спасибо отец меня когда-то, царство ему небесное, Иван Гаврилович Борщевич, вот он меня отдал обычным молдаване тогда отдавали детей в русские школы, а он меня взял и отдал в молдавскую, причем по наушению моей матушки русской, такой из кандовой руси, Лидии Федоровны Борщевич, она говорит, Вань, говорит, отдай парня, говорит, молдавскую школу, чтобы он мог с бабушкой разговаривать своей, чтобы он с родственниками и вообще, чтобы понимал, вот поразительный пример интернационализма, которые прекрасно понимали, что впереди вас ждет жизнь в этом государстве, и не знать его язык, это... И вот, что поразительное еще, в первой молдавской школе города Бельца, где я обучался, я вот как-то говорил, по-моему, телезрителям вспоминал, значит, у нас половина учителей, это были люди просто невероятной образованности, вот я приведу, София Йосем Норивелес, Сорбонна 2, Мелевсон, математик, Хайдельберг, один из, что Сорбонна, что Гайдельберг, инструмент, дальше, Аршавская, она окончила Варшавский университет, тогда, когда Польша была в составе России, где-то она в 15-м году его закончила, или в 16-м, блистательный преподаватель химии, и Файенштейн, вот он не что-нибудь оканчивал, а Московский государственный университет в то время, исключительно, мы его все любили, математик, Божьей милости, вот, еще там Вячеслава Исааковна, она из Польши сама родом, и эти люди, вот, мы чувствовали ауру нашей школы, по подготовке, я закончил школу в очень трудное время, сразу 10-й и 11-й классы одновременно, конкурса были какие-то невероятные, 80% из нашего класса, с первого захода поступили в ВУЗы, вот, вам, пожалуйста, господа хорошие, вот, моя персональная история, как эти люди, люди еврейской национальности, потрясающие, я еще не говорю про их мудрость, там, такие замечания были всякие, мы в то время, допустим, когда в Советском Союзе как-то абстракционизм, все это, я помню, мало смотрел у них в гостях, когда бывал альбомы, Мандриана, Пикассо, вот, всего этого, модерна, я не знаю, кубизм, там, все эти, вот, течения, и меня поражала, вот, эта, и радиация уровня культуры, и какой-то особой корректности, вежливости и дружелюбия, вот, в этой атмосфере, в которой нас воспитывали, с чем это связано? Я думаю, что мы почти что называем одни и те же вещи, я учился в 37-й школе в Кишиневе, у нас был примерно такой же состав педагогов, у которых за плечами было, было хорошее образование полученное и в вузах и в России, и на Западе, они прекрасно говорили на иностранных языках, они имели, что рассказать и что дать детям, понимаете, все-таки очень много зависит от педагога, от человека, с которым ты каждый день встречаешься, и который своим личным примером показывает тебе свое отношение к этой жизни, так вот, в основном у них это были люди с очень ответственным отношением к жизни, у нас до смешного было, у нас вторая половина дня, с утра все учились, но все стремились и ждали второй половины дня, потому что тот же учитель физики, скажем, преподавал нам основы фотографий, то есть они были настолько разносторонние, что они хотели этими знаниями делиться с нами постоянно, и поэтому мы всегда, я с благодарностью вспоминаю своих учителей 37-й школы, и считаю, что это была одна из лучших школ Кишинева, как и ваша первая молдавская в Бельцах, или первая молдавская в Кишиневе, с которой 37-я всегда конкурировала в области знаний и спортивных состязаний. Сегодня я не знаю, что происходит в образовании, мне не хотелось бы с налета как его это, но я считаю, что что-то мы сломали и от чего-то отказались, от чего Запад не отказался. Я имел возможность сравнить, значит, есть, например, несколько школ, которые созданы, по сути дела, и используют опыт той самой советской школы, от опыта, которой мы отказались. То есть, действительно, школа превращается в центром для ребенка центром вселенной. Почему? Потому что родители всегда вечером на работе. И если у него нет рядом учителей, с которыми он может общаться, с которыми он может быть. С которыми интересно. И, как говорится, быть. Шутки, которые... Ты по сегодняшний день вспоминаешь шутки нашего Залуча Фельдмана, по сегодняшний день я вспоминаю... Можешь привезти хотя бы одну из них? Ну, например, мы в те годы очень увлекались произведениями Ремарка. И он всех таких мальчиков, которые стремились... Крутой, крутой мэн. Он называл нас мальчики-Ремарчики. У него вообще много было всякого интересного. И я вам скажу, но самая, конечно, большая заслуга, я считаю, что школа была именно такой, это человека, который пришел с войны, который я помню, как он ходил в военной гимнастерке. Он жил прямо на территории 37-й школы, там в глубине. То есть школа это его жизнь? Это была его жизнь. Его жена читала с 1-го по 4-й класс, а он был директором школы. И вы знаете, у него была кличка среди учеников, он называли Салон. Салон не потому, что он был массивный и так далее, а потому, что он был очень мудрый, рассудительный, никогда не принимал решений сгоряча под эмоциональную окраску. Он всегда давал возможность и всегда нормально. И для нас слово Салона, как мы говорили, это было святое. Он никогда не играл на стороне, скажем, педагогов и так далее. Его интересовала ситуация, и если ученик был прав, значит он был на его стороне. И я вам скажу, что я был в загранкомандировке и помню, как пришла весть о том, что в Кишиневе умер все вот Алексеевич Китаев, директор нашей, первый директор 37-й школы. И на всю жизнь запомнил очень интересный заголовок в газете «Молодежь Молдавии», где было написано «Ушел в салон». Ты смотри. То есть это было уже не какая-то там кличка, заглазашка. Да. Это был титул. Это был титул. Могу вам сказать, что я очень благодарен, что у меня были очень добрые отношения с мэром Кишинева Серафиму Урикяну, и я его уговорил, чтобы в конечном итоге на стене школы ухода была помещена мемориальная табличка, что в этой школе первым директором был всеот Алексеевич Китаев. И когда теперь прохожу мимо, вижу эту табличку, понимаю, что по крайней мере все эти поколения, которые сменились, я думаю, каждый из этих учеников, рано или поздно, проходя в школу и видя табличку, задавался вопрос, а кто же был этот Китаев? Узнавал, что он первый директор, а потом шел в школьный музей и понимал, что все, что в этой школе появилось, начиная без этого духа и так далее, это благодаря вот этому человеку, который прошел через Горнилору войны, который знал цену жизни и который все свои годы действительно посвятил нам, подрастающему поколению, пытаясь привить нам самые лучшие качества в этой жизни. И вот эта табличка говорит все-таки о том, что благодарность в людях неистребима. Хотя ее выковыривают из души людей, типа, а что, а как, а куда? Потому что что такое благодарность? Это плата, моральная, духовная плата человека другому человеку. потому что в отличие от торговых отношений, типа, ты мне, я тебе, здесь присутствует нечто просто невероятное возвышенное. Это обмен духовностями. Да, очень жалко, что в последнее время у нас существует такая поговорка в нашем обществе, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Это очень плохо, что мы забываем. Хотя я вам скажу, что мир быстрее спас всего, не красота спасет, а доброта. Конечно, не красота, а доброта. И благодарность. Потому что неблагодарность это разрушает душу человека, она превращает его из человека духовного существа, превращает что-то в такое животное, не хотелось бы говорить, ну, какой-то гомункулус. Вот там родился, попуршил, похапал, похватал, попользовался и ушел в никуда. Что он был, что он не был. А закончить хочу свои школьные воспоминания одним очень интересным моментом. Вы поймете, почему. Вот мы отмечали 25-летие школы, и торжества проходили тогда в здании Верховного Совета Молдавской ССР, который находится на улице Бухарестской сейчас, который, по сути дела, уже снесено, остался только фасад. Вот очень много было гостей, все-таки, будем говорить так, школа гордилась, что более 500 руководителей предприятий Молдовы были воспитанниками 37-й школы. Вот такая была такая кузница кадров. Наши выпускники учились в самых лучших ведущих вузах Советского Союза и все они возвращались в Кишинев. Это и директор завода телевизионного завода и многих других предприятий, которые в конечном итоге вошли в историю хотя бы тем, что эти новые предприятия пооткрывали в Кишиневе. Потому что до того времени не было у нас ни телевизионного завода и многого другого. Ни тракторного. То есть они не только руководили, они создавали? Да, они были благодарны за те знания, которые школа была интернациональная, большая, в том плане большая такая интернациональная семья, где учились дети разных национальностей и в конечном итоге я считаю, что очень много зависит в жизни у человека от того, какую школу он кончал. Так вот, у нас была как раз встреча с выпускниками и на эту встречу переполнен в зале как всегда опоздал наш физик. Он был вообще уникальный человек, звали его Фисаил Григорьевич, когда он только вошел и появился наверху на ступеньках, там, старшеклассники бросились, взяли его на плечи и отнесли в президиум. Вы представляете, его несли в президиум через весь этот зал, где сидели люди... высшая форма уважения. Уважения. Выше не было. несли своего учителя на плечах и были благодарны, что когда-то он им читал физику и математику. Это, наверное, все-таки очень здорово. За эти минуты, наверное, стоит жить. Это высшее проявление благодарности. У нас был замечательный педагог, который преподобал нам географию, по сегодняшний день вспоминаю его, Филипп Борисович Каганов, и он ведь, помимо всего прочего, прекрасно играл в баскетбол. Он для нас, для молодых людей, был эталоном, каким должен быть мужчина, элегантным, подтянутым, универсальным. И наша баскетбольная команда 37-й школы, она всегда была одной из первых и защищала честь республики на различных всесоюзных соревнованиях за пределами Кишинева. Я иногда сейчас бываю в некоторых школах и, должен сказать, испытываю чувство зависти к тем, кто там работает. Жалко, что наши учителя получают очень мизерные зарплаты, потому что, в принципе, если власть забывает о педагогах и о медиках, она теряет то подрастающее поколение, которое есть. Это не я сказал, это мудрость принадлежит другим людям. Но я хотел сказать, что школа, она очень много дает ребенку и людям, которые рядом с ним работают. Я всегда говорю, вам учителям завидую. Они говорят, почему? Да потому что вы совершенно в другом мире находитесь целый день. Потому что в этом мире совершенно другие живут эмоции и чувства. Хотя нельзя сказать, что внешняя среда не оказывает какое-то влияние. В связи с этим вспоминаю другую встречу. Есть такой, был такой замечательный европейского образованности и подготовки европейского уровня писатель в Болгарии Павел Вижинов. Наверное, все его читали. Замечательный роман «Барьер», по которому был снят фильм о девушке, которая летала по ночам. Есть в этом песне, которую написал Макаревич «Барьер», которая летала по ночам. Я был в Софии в командировке и очень хотел с ним увидеться. Он уже тогда не давал интервью, хотя возглавлялся из писателей в Болгарии, ему было уже много лет. Но мой друг, главный редактор журнала «Отечество» Серафим Северняк мне эту встречу устроил. Мы приехали к нему домой. Это было его последнее интервью, потому что спустя какое-то время он ушел уже от этой жизни, оставив нам свои произведения «Ночь на белых конях» и многие другие. И мы с ним как раз беседовали о педагогике. И он, вы знаете, Виктор, подарил мне две удивительные вещи. Он сказал, когда я гуляю по городу, я стараюсь обходить школу за три версты. Я говорю, почему? Потому что если ты заглянешь в школьный двор, все, что происходит в обществе, очень ярко проявляется именно в школе. Так дети воспринимают нашу жизнь. И второе, он сказал мне с улыбкой, если бы мы помнили, что мы все вышли из детства, мы бы давно запретили такую науку, которая называется педагогика. И здесь он тоже был прав, потому что вся педагогика это твоя семья. Потому что мы все в какой-то степени повторяем судьбу своих родителей. Мы от них учимся воспринимать этот мир. И учимся от них жить в этом мире. и если в этом мире живет доброта, значит, эту доброту продолжает нести твой ребенок в этот мир. Поэтому правильно у Молдавана есть пословица, как называется, семь лет? шаптян домашних. Семь лет домашних. Это, думаю, тоже выстрадано народом от мудрости, потому что с мыслью, с молоком матери ты понимаешь, что приходит та самая мудрость, о которой мы хотели с вами сегодня поговорить. Так что мудрость это понятие все-таки интернациональное. Она не может принадлежать монопольно как кому-то отдельному народу. Мудрость рассеяна по миру. И наша главная задача людей это сохранить мудрость и доброту. Передать знания. Вот вы сказали, что в Китае называют евреев народом книги. Их называют так по всему миру. И не только в Китае. И я вам скажу, что, наверное, это бережное отношение к книгам это должно быть в крови у нас у всех. Кстати, советские евреи, когда уезжали за границу, именно советские выходцы родом из СССР, они поражали всех. Что они везли с собой? Не барахлон, они книги везли. Это было самое большое богатство. Причем это вес какой, во что это обходилось. Они несли книги. И вот я слышал, что сейчас в Тель-Авиве, в Иерусалиме, эти выходцы из Советского Союза, они собирают свои книги в общей библиотеке и продолжают вот это движение, вот этот факел любви к книге. Я вам скажу больше. Меня, например, сегодня огорчает то, что за годы советской власти было построено очень много у нас книжных магазинов почти что в каждом селе. Сегодня этих книжных магазинов нет. Там бары, рестораны, магазины. Игральные автоматы стоят, мы воюем сегодня. Меня обижает наше отношение к нашим библиотекам. Вот мы недавно вспоминали, что самое главное событие в жизни молодого человека чаще всего проходил в библиотеке. Я вспоминая, как мы приходили в библиотеку Жданова или в библиотеку Крупской, которая сейчас и там, как говорится, в Курилке можно было послушать такие интересные споры. А за книгой ты стоял в очереди, потому что иногда в библиотеке было один-два экземпляра и все хотели эту книгу прочитать. И ты приходил в определенное время знаешь, в это время эту книгу тебе дадут почитать, потому что была просто живая очередь и все знали, что он там два часа почитает, уйдет и можно будет ее взять. И сегодня, когда мы видим, что у нас люди не читают книг и когда бы вы не вошли, все, как говорится, смотрят свои телефоны или в этом и тыкают пальцем, ты понимаешь, что из жизни человека ушел целый пласт огромной культуры. Я уже не говорю о жанрах в журналистике, которые вдруг исчезли. Нет уже, мы не читаем толковых интервью, мы не читаем аналитических статей, нам достаточно 10 строчек, что там что-то случилось, а там думай как хочешь. Если получил образование, опыт, аналитические работы, значит, ты уже имеешь возможность подумать. Если нет, я там прочитал как новость. В этом, наверное, самая большая беда наша. Ну что, наша передача подходит к концу. Что бы ты хотел сказать нашим соотечественникам пожелать, чтобы рядом с мужчинами были прекрасные женщины, потому что все, чего достигает мужчина в своей жизни, он достигает благодаря той женщине, которая находится с ним рядом. Потому что она, как хранительница очага, как заботливая, она в конечном итоге тебя мотивирует и вдохновляет только на добрые дела. Поэтому я пользуюсь случаем, хочу поздравить всех женщин с праздником, пожелать им всего доброго, получить все подарки, о которых они мечтают целый год. А нам, мужчинам, хочу пожелать мужества пережить этот праздник. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу наша очередная передача из цикла и, как я бы сказал, в жанре позиция. Почему позиция? Потому что каждый человек это личность, а личность это прежде всего позиция, потому что позиция предполагает активное восприятие мира. Поздравляю еще раз всех наших любимых женщин с праздником 8 марта и вот тут я могу со спокойной душой завершить передачу своим обыкновенным вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Будьте счастливы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова